Голландия, Нидерланды. Что скрывается за этой бесконечной вереницей игрушечных домиков за океанами тюльпанов? Легализация марихуаны вкупе с однополыми браками? Эта страна может похвастаться не только застоялыми стереотипами, но и кучей такого, о чем не рассказывают туристам. На это мы сейчас и посмотрим. И по традиции, чем дольше вы будете смотреть, тем интересней. Итак, Нидерланды на удаленке. Поехали! Начнем, пожалуй, с самого главного стереотипа, что Нидерланды и Голландия одно и то же. На самом деле это не совсем так. Нидерланды – это официальное название государства, в состав которого входят 12 провинций. И самыми развитыми со времен позднего средневековья из них являются Северная и Южная Голландии. Чаще всего жители именно этих провинций путешествовали по миру. Здесь также производилась и производится большая часть товаров на экспорт. Поэтому название Голландия у всех на слуху. Кстати, тот факт, что Нидерланды называют Голландией, раздражает самих голландцев. Правительство Нидерландов уверено, что это вредно для образа страны. По мнению чиновников, слово Голландия стало неким антибрендом, связанным с наркотиками и проституцией. Но прямо скажем, такая репутация не на пустом месте. Проституция в Нидерландах разрешена официально. Она легализована с 2000 года и приносит в среднем около 100 миллионов долларов в год в экономику этой страны в виде налогов. Все бордели находятся под строгим контролем правительства. Еще один стереотип связан с тюльпанами. Нидерланды не одно столетие ассоциируются с этими цветами. Многие уверены, что они там и появились. На самом деле их родина Турция. Тюльпаны попали в Европу из Османской империи лишь в 16 веке. В 1562 году первая крупная партия турецких тюльпанов была завезена в город Антверпен. Садоводы из Европы очень полюбили этот цветок и видели его сходство с традиционным турецким головным убором. Они дали ему название тюлипан от тюлибент турецкого тюрбана. Сегодня Нидерланды считаются самым главным производителем и экспортером тюльпанов в мире. И не только тюльпанов. 75% всех цветочных луковиц на земле имеют нидерландское происхождение. Но вообще говоря, родину цветов меняет глобализация, как и все остальное в нашей жизни. Воротилы цветочного бизнеса сейчас выращивают цветы в Африке, Азии, Латинской Америке. Голландия также переносит производство в эти страны. Впрочем, она по-прежнему является мировым лидером по торговле цветами. Но вместе с тем все большее количество товара привозное. Исключение луковичные цветы. Их в стране выращивают, как и раньше, в больших количествах. В удачный год небольшие фермерские хозяйства, для которых это традиционное занятие в течение нескольких поколений, продают в год до 10 миллиардов луковиц тюльпанов. Это с 70% всего производства тюльпанов в мире. Продают цветы на цветочной бирже Флор Холланд, которая торгует цветами уже более века. В ее состав входит 5000 компаний, выращивающих цветы. Торги осуществляются при помощи аукционных часов, вместо времени показывающих цену того или иного лота. Длительность торгов меньше минуты. Как только покупатель видит на часах приемлемую цену, он нажимает кнопку, останавливая торги. Это только вершина айсберга. Подводная часть – это огромные ангары с гигантскими холодильниками, специальными рельсами и электромобильчиками, которые снуют по этому океану цветов. Но перенесемся из цветочных ангаров на городские улицы. Что сделает обычный человек, если увидит, что за окном идет дождь? Прихватит с собой зонт перед выходом на улицу. А вот жители Нидерландов этого не делают, предпочитая дождевики. Ведь с зонтом на велосипеде не поездишь. Это самый любимый вид транспорта нидерландцев. Их тут больше, чем жителей – 18 миллионов против 17. Во время Второй мировой войны немецкая армия вывезла очень большое количество велосипедов из Голландии. За это голландцы до сих пор подшучивают над немецкими туристами, говоря «верните наши велосипеды». Несмотря на повальное увлечение великами, Нидерланды одерживают рекорд, как страна с самым низким уровнем травматизма во время езды на этом средстве передвижения. А передвижение на велосипеде в нетрезвом виде строго карается законом, как езда без фонарика в темное время суток. Велосипеды популярны в том числе и потому, что кроме дождя природа не особо препятствует велопрогулкам. Трескучих морозов здесь практически не бывает, так что кататься круглый год, как говорится, сам Бог велел. Ну а если наступает редкая зима, и все реки замерзают, тогда они организуют знаменитый конкобежный марафон по 11 городам протяженностью 200 километров. Коньки у них тоже одна из старейших традиций. Что бы мы там ни думали о суперпродвинутости и развитости Нидерландов, их со спокойной совестью можно назвать страной деревень. Несмотря на самую высокую плотность населения в Европе, здесь проще встретить жителей сельской местности, чем горожанина. А как по-другому, если и городов в этой стране около 60, из которых крупных только 4. Зато деревень 479 штук. Отсюда еще одно достижение этого государства. Нидерланды находятся среди лидеров по экспорту агропродукции. Здесь их обережает только Китай, США и Германия. Также эта страна мировый лидер по экспорту семян, живых деревьев и растений в принципе. Семян, например, страна продает на пару миллиардов долларов в год. При этом она не поставляет семена генно-модифицированных продуктов. И все это при том, что Нидерланды не могут похвастаться огромными территориями. Площадь страны сравнима всего-навсего с одной нашей Пензенской областью. Но такое изобилие было не всегда. Объем производства увеличился благодаря новой сельскохозяйственной политике страны, которую та приняла два десятка лет назад, производив в два раза больше за половину доступных ресурсов. С 2000 года фермеры сократили расход воды на полив на 90%. Они практически полностью отказались от применения пестицидов в теплицах. А с 2009 года голландские птицефабрики скотобазы сократили использование антибиотиков на 60%. С высоты птичьего полета можно увидеть необычные конструкции, напоминающие гигантские зеркала, которые днем сверкают на солнце, а ночью излучает странное внутреннее свечение. Так выглядят нидерландские тепличные комплексы. Причем площадь некоторых из них достигает 70 гектаров. Благодаря им страна, находящаяся не так далеко от полярного круга, стала мировым лидером по поставке томатов. Нидерланды также считаются лучшим поставщиком картофеля и лука и вторым по величине производителем овощей в мире. Таким достижением в области сельского хозяйства страна обязана своему Вагенингенскому университету, который считается лучшим агропромышленным научно-исследовательским институтом в мире. Этот университет является ключевым элементом продовольственной долины, в которой развиваются технологические агро-стартапы и экспериментальные фермы. При этом будущее сельского хозяйства Нидерландов приобретает форму не в переговорных крупных компаний и агрогигантов, а в тысячах семейных ферм. А еще это самая низкая страна в Европе. 26% ее территории располагается ниже уровня моря. Приблизительно 60% населения проживают на целых 5 метров ниже уровня моря, а самая низкая точка страны – Зеид-Пласс-Поллер – на 7 метров. Естественно, большую часть территории защищают дамбы. Например, главный аэропорт страны – Схипхолк, который обслуживает миллионы пассажиров в год. А что же люди? Люди в Нидерландах тоже своеобразные. Начнем с того, что жители этой страны считаются самыми высокими в Европе. Средний рост взрослого мужчины-голландца 1 метр 84 сантиметра, а женщины – под метр 70. Ученые объясняют эту особенность как генетической предосположенностью, так и высоким уровнем питания и здравоохранения в стране. По мнению исследователей, немаловажную роль в этом играет большое потребление молочных продуктов. А еще тот факт, что нидерландцы постоянно занимают самые высокие позиции в рейтингах счастливейших стран мира. Особенно довольны своей страной молодые жители. Согласно исследованию статистического управления Нидерландов, 94% подростков в возрасте от 12 до 18 лет заявляют, что очень довольны условиями, в которых они живут. Быть счастливыми совсем не мешает ни секс-просвет, ни легализации марихуаны, которые каждый несовершеннолетний житель может купить в кофешопе рядом со своим домом. Но за продажу мягких наркотиков несовершеннолетний может схлопотать очень серьезную меру наказания. При этом человек, купивший травку в кофешопе, имеет право на ее использование в количестве не более 5 граммов на человека. А еще дома можно вырастить до 5 кустов конопли для личного потребления. При этом всем уровень потребления марихуаны в Нидерландах один из самых низких в Европе. Так же, как и показатель смертности из-за приема наркотиков. 8 случаев на миллион жителей. К примеру, в Великобритании этот показатель равен 50 на миллион жителей. Напишите в комментариях, какие темы вам интересны, о каких странах вы бы хотели знать больше. Оставайтесь с нами и рекомендуйте нас друзьям.